Заплатите всего 25% от суммы и новое оплате сразу ваше. А дальше оплачивайте его равнозначными ДО-ЛЯ-МИ. Далями. Это сервис для оплаты частями без комиссии и переплат. Пользоваться долями легко и удобно. Все действия в одном приложении всего в пару кликов. Большой выбор товаров из более чем полутора тысяч магазинов-партнеров. Установите приложение долями и оплачивайте покупки частями и без переплат. Всем привет! И сегодня мы снимаем новый ролик на мой канал, где мы будем зарабатывать деньги. Сейчас мы поделимся на две команды. Команда, ребят. У нас в составе будет Янчик, Егорик и Слава. У нас в составе будет. А у нас в составе будет Дилара, Карина и Амина. Мы сегодня сразимся в битве за деньги. У нас будет стартовый бюджет, который будет составлять одну тысячу рублей. Ты дашь нам тысячу рублей? Мы можем пользоваться соцсетями, но мы не можем просить деньги, выпрашивать их в долг. И, в общем, заниматься вот такими вещами. Мы должны именно либо продать услугу... То есть нельзя сделать то, что вы мне пишете в Инстаграм «Дай денег». Должны либо продать услугу, либо, в общем, что-то как-то придумать, чтобы как можно больше заработать, чем эти пацаны. 24 часа на секундочку. Да, встречаемся вечером. Мы будем встречаться в этом же месте, в назначенное время, в назначенном месте. И у кого по итогу будет больше денег, начни, у какой команды по итогу будет больше денег, та команда и выиграет. Ну что, погнали? Погнали! Пацаны, что делаем? Я домой поеду. Здорово, брат. Брат, а можешь мне 50 рублей задать? А так реально? 50 рублей? А, нельзя просить. Он меня просил с Дюхой поздравить просто. Поздравление с днём рождения за 50 рублей. А? Да какие 5 тысяч тоже, блин. Ну, не, 5 тысяч много, брат. Давай хотя бы косарь. Слава, ты подставного? Это они проверяют нас. Как это возможно? У нас ролик, кто больше заработает, но мы не можем его просто попросить, поэтому давай поздравлю с днём рождения. Мы все поздравим. Как ху** его попрошаете сегодня. Это же реально сложно. 6 тысяч зачем? У нас есть сейчас полчаса, чтобы всё продумать и будем. Чё, мы за полчаса покакаем, ты покакай же всё. Нет, я не буду какать сегодня, я буду терпеть доталово просто. У меня такая сейчас идея. Погнали купим типа клюквы. Компот продавать. Кто купит компот зимой? На Арбате. Мы можем больше соцсетями. Мы можем выложить то, что всем привет, мы продаём компот. Мы продаём компот. Но вообще у нас есть такая тема, как фоткаться за деньги. Но это за сквар, на дела, как будто бы. Фотките меня, если еды. Можно с тобой сфоткаться, бро? Давай, давай. Меня на что-то сидит. Айказ, братанчик, у тебя самый лучший друг, б**я. Я тебя поздравляю с днём рождения. Желайте счастья, здоровья. Айказ, бро. У тебя реально лучший кент на свете. Мы любим. Мне кажется, мы очень не шутся. Может, я ещё один, б**каз? Пацаны, объективно, шесть косарей. Я не верю, что они реально столько заработают. Это очень много. Мы не хотели, чтобы он нам скинул сток, он реально это сделал сам. У меня же есть талон. А что мы сможем нам сделать? Я не знаю, я придумала. А что, если мы наймём подписчиков, и мы будем все, типа, как-то зарабатывать? Ну, типа, поняли? Создадим свой коллектив на день. Я охуенно крашу. У меня, п**ец, талант красит других людей. У тебя вообще x10 моего таланта красит людей. Я разучила. Нет, ты охуенно красишь. Понимаешь, мы можем взять, условно, написать подписчикам, что сегодня я лично вам сама делаю макияж в салоне у Дилары. И просто человек заплатит, получается, мне на лапу. Тогда мне просто кажется, эта мысль лучше, чем продавать на улице продавать. Компот? Базар, базар. Но мы просто меньше денег сделаем. Да, компот можно оставить, как... Да, еще что? Они бизнес открыли, продали свои футболки уже какие-то, сделали мерч по предзаказу, а мы, типа, компот подаём. Женёк, он, короче, рекламу продаёт. Продай рекламу нам. Так, надо побольше информации. У нас, короче, есть определённое количество времени, за которое мы должны заработать бабки. А если просто дать бабки на кинезда? Нет, просто услугу продать. Продать услугу какую-то. Так, сейчас подумаем. Такой, ну, сосите, мужики. Может, тебе кофе надо принести? Да, да. Прям вот на стол? Ну да, мы можем тебе кофе. Я могу тебе кофе. А, давай, стой здесь, давай доставку кофе тебе сделаем. Да, да, да. Давай. Как что будешь? Давай капучино. Десять тысяч. Десять тысяч, да. Давай. Деньги так легко зарабатывать. Стой здесь, брат. Погнали. Здрасте, а можно капучино? Маленький, сэкономим, да? Девчонки, а скажите, пожалуйста, можно будет у вас поработать хотя бы минут 10? Я буду кофе делать, а говорю, что не такое. Что угодно. Посуду помыть, нет? Посуду помыть. Мусор выкинуть. Может, у вас мусор есть какой-нибудь? Посуду можно помыть. Да, а сколько платить? За площадь 600 рублей. Мы же только что кофе за 10 тысяч продать. Бизнес – это про вложение. Согласен. Риски нужно рисовать. 6 рублей, делаем футболки и на концерте продаем сегодня. Это какой-то смешной дизайн. Да, да, я сейчас напишу монтажеру, там 1000 рублей будет стоить. Спасибо. Мы перекупы кофе. Он сейчас такой, короче, передумал, за 10 не могу взять тысяч, за 200 рублей. Мы можем поехать просто в копирку. На начале мы заработаем деньги, первый наш, и будем вкладываться дальше. И поставить несколько точек по продаже нам этих футболок условно. И чтобы они стояли, их продавали. Знаешь, где мы можем футболок продать? Пока мы дальше будем заработать. Сегодня концерт у ребят, у Стопбана, у Дюбрия. Надо быстрее звонить, потому что пацаны точно позвонят. Давай звони, звони. Алло, Анечик, здорово. Привет. Мы сейчас, короче, снимаем ролик Диларина канал, кто больше заработает за 24 часа. Короче, мы хотим прийти на ваш концерт и поставить там свою точку, продавать футболки, которые мы сделаем. Короче, у нас капитал тысячи рублей, мы сейчас заработаем на эти футболки. Мы понимаем, звучит как очень сомнительная схема, но она будет работать. Мы на одну футболку точно заработаем, мы ее продадим у тебя, можно? Ну ладно. Только, Сэри, у нас просьба, можно если тебе позвонит Бустер, Янчик или Егорик, то ты им пошёшь их не хуй. Ну или просто скажешь, что не надо мне звонить. Хорошо, точно. А, спасибо. Я думаю, насчет дизайна, нужно их лица просто распечатать. Я думаю, просто какой прикол у Гарнион делаем. Кошачий. Я запрещаю вам срать. Это очень старый Амин. Тогда можно, блин, я не знаю, жду на поставить. А, троу-бейс. Господи, у нас ужасные идеи. У нас ужасные идеи, вы понимаете? Ребята, а теперь хочу прерваться и сказать «да» еще одному новому интересному занятию в жизни. Вы уже слышали про контентер? Это крупнейшая профильная онлайн школа дизайна, которая успешно обучает учеников в течение уже 8 лет. На платформе сейчас доступно около 10 различных направлений дизайна. Я заинтересовалась курсом «Графический дизайнер с нуля до про». Думаю, многие из вас и так знают, чем занимается графический дизайнер. Но кто не знает, я вам сейчас расскажу. Они разрабатывают упаковку продукта, логотипы и иконки для брендов. Создают презентации, визуал для социальных сетей, обложки для книг или музыкальных альбомов. Итак, что же ждет учеников на курсе? Погружение в 5 ключевых направлений дизайна. Айдентика, дизайн упаковки, веб-сайты, моушен и 3D. Вы освоите основные инструменты и программы для создания дизайна. Получите много практики и общения с менторами. И даже пройдете 4-недельную стажировку в креативном агентстве Red Cats. Итогом обучения станут 18 ваших работ, которые войдут в портфолио. А специалисты школы контента помогут вам составить резюме и найти высокооплачиваемую работу. Кстати, начинающие дизайнеры зарабатывают от 70 тысяч рублей, а более опытные от 150 тысяч рублей. Начать может каждый, в любом возрасте, из любой точки мира и даже с нуля. Это хорошая возможность получить настоящую и востребованную профессию. Ведь у школы контента есть образовательная лицензия и после окончания курса вы получите диплом. У ребят стартовала черная пятница, и я дарю вам скидку до 60% по промокоду DILARA. Первый платеж аж через 6 месяцев. Можно оплачивать курс, когда появятся первые заказы, а также после новогодних и других праздников. И два курса в подарок. Курс по авторской фотографии и курс английского языка для дизайнера. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. Пацаны, есть, короче, приложуха, надо ходить, там реально деньги падают. Надо сейчас вложиться с тэп, он называется на хайп. Типа там какие-то кроссовки, типа такая. Да, да, да. Свежак, бро. Да, слушай, интересно, где, на самом деле. Есть деньги? Давайте мне сейчас, я, наоборот, пущу вечером все верну. Может, машину угнать? Продать ее? Нормальная тема, просто сейчас кого-то подвезти за бабки. Кстати, да. Давайте подъедем, как сангланды. Давай, давай. Сколько, типа, сколько дадите, сколько дадите? Это нормальный бизнес-план, пацаны. У меня была ситуация, короче, ну знаете, когда вы малой, и вы с родителями, ну типа, целуетесь, пока, пока, типа, бузька, ну знаешь, типа, родокам. И я, я что-то запоздал, и был, лет в 12, батьку такой, все, батьок, давай, целую его, знаешь, в губы. И батьок, короче, разозлился на эту хуйню, а он меня так засосал, что я такой, бля. Бля, он у тебя злой, бля. У меня тоже так было в детстве, у меня так разозлился, как хуй мне в рот, сука. Я такой, пап, ты что так залишься? Ебать, чё это? Сори. Ты не делаешь? Такси, такси, ребята, садимся, задорого. Здравствуйте. А вам куда нужно? У нас просто тут VIP-такси, можем вас подвезти. Ну блин, ну зачем так? О, привет. А тебе куда нужно? Нет, на склад, я работаю. Далеко? Это далеко? Мне надо работать дальше. Да, но только за деньги. Да, привет, я очень. Да, привет, Бах. Привет, Бах. Здоров. О, привет, чел какой-то рандомный. Мы снимаем видос, кто больше заработает. Вот, и мы вот пытаемся как-то двигаться. Нам нужен какой-то кэшек, да. Сколько не жалко, мы тебя довезем вообще. Реально? Хорош. Эй, летс го. Я открываю. У меня три сотки парни. Пойдет. Вообще, бро, как по кайфу. Че, брат, температура комфортная, пожелание по поездочке. Блин, колу бы хотелось. Попить колу? Ну, можем заехать, а я сходящая. А там по пути будет. Давай, все. Мы так в минус уйдем, пацан. Школьник на Стунайленде. Ну-ка, тормозни вас, просим. Курску заживало. Спасибо, я волой. Спасибо. Все, давай. Туда налево? Да, да, да. Брат, вот сюда налево. Все. А, блядь. Это скорая, пацанин. Подождите, мы с нами. Там скорая. Подождите, давайте. Там все просто чел умрет. Все, брат, ты увольняешь тебя. До конца дня с нами ты устишь, короче. Подем мы обратно приехали. На самом деле, тебя просто, понял, мы хотим тебя украсть, типа на органы, но очень боюсь. Да, да, мы очень неуверенно. Да, да, я очень неуверенно делаю вид, что пытаемся заехать во двор. Интересно, как там девочки? Привет! Привет! Короче, у нас вопрос. Мы снимаем видос, кто больше заработает за 24 часа. Может, у тебя есть какой-то бизнес-план такой маленький? У нас капитал 1000 рублей. Либо тебе нужна какая-то услуга. Массаж рук. Да, хочешь. Не, ну давайте так. Вы мне 1000, я вам 100. Рублей. Нет, 100 тысяч. О, круто! Давай, let's go! Мы не можем так. Нам нужно тебе продать услугу. Мы продали услугу в 1000 рублей. Это плохая услуга. Дела же так неравидные. Это крутая услуга. Давай за какую-то услугу. Может, что-то тебе можем сделать? Да, у меня сегодня клип какой-то самый. Вот стоит дождь, если... Давай, давай, let's go! Да, 100 тысяч каждый. Ну, нет. Ну, хотя бы 150. 150 за всех. Хорошо, давай. Охуенно! Продали услугу! Смотрите клип Егора Крида! Мы с чаевыми сердцем покинем. Да, брат, не надо. 333. Просто скинь 5000 все. Леттс го! Легенда! Хорош! Все, родной. Вот так деньги делаются, е**а. Интересно, сколько тебе заработали девчонки? Что, решил? Прорелайся, да? Слишком постановочно надо вот так, бро. Интересно, сколько тебе заработали девчонки? Первые 150 тысяч! Мне так неловко. Пацаны, я предлагаю сделать так, чтобы типа цифры. Где есть смешные три цифры? Ну, на 8? Ну, 8, вот. А, нет, ну, можно вот так. Вот так, вот. Может, как-то на землю ляжем, решим, так вот. А может, просто отсосем друг к другу? Я думал, ты не предложишь. Наконец-то. Нет, давай реально залезем другу тотем сделаем. Да, так это прикольно. Давайте, я первый туда. Мы звоним Анне Верхолаз, просто лучшей женщине на планете. Мой менеджер, и, кстати, менеджер Карины. Привет! 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 Да, я смотрю. Да, я смотрю. Спасибо, потому что ты красив. А, если вы мне звоните, значит, что-то интересное происходит. Да, точно происходит. Мы снимаем не ролик, кто больше заработает за 2-4 часа. И как суперэксперт в этой теме мы хотим с тобой посоветоваться. Как нам заработать денег. Да, тогда нам, получается, надо продать встречу, консультацию и макияж от каждого из нас. Моё мнение, смотрите, вот это коучинг, она идея, но это долго. Это быстро всё сделается, если мы найдём людей. Я сейчас придумаю, как это оптимизировать, чтобы мы могли не пойти, не сидели с почтой, вот это вот все эти штуки занимались, чтобы человек, я заплатил ему, он это всё сделал. Блин, меня вставляют тему, вот это пивозавр. Ну что, надо, в сраты нужно делать. Может, это пишем пивозавр? У нас просто в руках кружки пивные. Давай просто возьмём вот это, давай сзади выводки. Вот это охуенная идея. Нам очень интересно, что сейчас делают девчонки, блядь. Искренне выловить. Сука, прикрылись, только вот это записывали. Мы что-то разное делаем, но ни хуя не объясняем, просто, блядь. Ивринник их показывает, они такие, интересно, а что делать пацаны? Я опять наставлю, что делать, блядь, искренне. Пацаны, я резко поставил. Что за хуя, блядь. А что вы у меня с головой, блядь, а? Я говорю, что нам делать девочка? И умер. Итак, путём долгих раздумий мы приняли решение, что мы должны сейчас поехать в самое людное место. Будем по нему ходить, придумывать какие-то челленджи, предлагать что-то кому-то, как-то, короче, мутить темки, так сказать. Сегодня мы эти темщики. Сюжетный твист. Мы думали, мы будем макияж делать на Монорбок. Ещё мы очень надеемся найти там уличных музыкантов, взять у одного микрофона, у другого гитарку, так как Амина у нас круто поёт. Да, я умею играть на гитаре. Карина у нас с профессиональной шапкой пришла. Я такого делаю. Я могу Саню монтажнику дать задачу. Он сам придумает, ну аху, и логотип, и всё. Хотите? Давай-давай. Чтоб мы не думали, а просто кайфовали мужиками. Короче, смотри, мы тут с пацанами сидим и сделали вот такую фотку. Видишь? Ага. Тебе нужно придумать реально крутой дизайн, чтобы мы это на футболке распечатали, заработали и продали, короче. А, да, сделаю. Всё, давай, заебись. Но ему придётся заплатить 500 рублей. Сможем позволить себе такое сейчас? Да, нормально. Я хочу позвонить девчонкам. Давайте позвоним, узнаем, что у них там, какие дела. Алло, ну что вы, ёптель? Сколько заработали здесь? Убки, ты сказал. Ты сказал. Нет, я говорю, ёптель. Диалог пошёл уже не так. Оно еще заработали. Ну мы уже там, у нас уже 150 минут на Мутале, а вы. Ай, ну реально, заебись. Не, реально, сколько реально заработали? Ну мы не скажем, да. Ай, ну скажите вы, мы скажем, сколько мы. Ну давайте, говорите сколько мы. Давайте, говорите, мы обещаем, что мы скажем. Короче, мы заработали три косаря. Три косаря, но это реально. Вы честно не п**дите? Нет, вы врёте. Они врут, давайте мы дорого. Вы п**дите, и мы, по-моему, тоже не будем говорить, вы просто Да. да сколько вы заработали ёптель мы заработали пока для диалога хорошо вам дня работать вот и поговорили это женщина бро на суши на по их лицам они это будет немножко такие недоволеные заебаные я бы сказал работали на шее сидит играть а у тебя заработали деньги мы их проинвестировали будем этой инвестиции сегодня продвигать массы а вот сколько мы потратили на футболке я вот тут вот оставляю форму тот кто больше заплатит тому я сделаю сегодня макияж собственноручно еще и в ролик попадете ребята есть невероятная возможность получить топовый макияж и запас поучаствовать ролики у делары у дела резина тулины перевод оба область карты до крипто и крипто перекрыть его да 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 а нет у вас три шимпрова вы только один посчитали а да да не орите пожалуйста мне просто меня вдавили знаете что мне интересно нет короче ребята мы приехали на старый арбат будем искать уличных музыкантов это первое второе мы будем пытаться играть в каринину игру с пальчиками все что вам надо сделать это угадать сколько пальцев показывать за спиной качество доказательства мы сделаем фотку или снимем на видео типа что мы показывали чтобы они точно поверили потому что всегда в ну типа это такая штука а да там есть там есть да сейчас она завлечь смотрите надо обаять сначала давайте давай гаммин учина мы снимаем ролик кто за 24 часа больше заработает и нам просто буквально 10 минут можно арендовать прям при вас вот этой поиграть дорогие друзья зрители всем здравствуйте сегодня у нас небольшая песенка для вас вас гоу и меня карина карабель это здесь 10 рублей я умоляю и меня пивной бак пивной бак прикольно ты поняла песню что добра в стиле пивозаврова я умоляю люби меня люби не улетай не исчезай я умоляю люби меня люби чё-то заработали даже ёбара суты экипировочка мужики помните все не фоткинся кто-то сфоткаться тут ладно иначе много времени потеряем давайте покажем свой характер и всем будем отказывать давай я готов я впервые в жизни буду отказывать мужики мы мужики будь Это реально трапа. Принь, следующий человек. Пожалуйста. Ялта, парус, в этом мире только мы одни. Ялта, август, и мы с тобою влюблены. Смотрите, берем картины и на них сверху рисуем граффити. Какое-то модное одно слово. Чтобы с квизером стекало. Каждый себе, короче, берет. Мы же договорились, каждый по одной себе. Да, мы сейчас рискуем всем баблом. Ты взял, а ты взял себе хочу. То есть, надо максимально быстро продать эту хуйню, чтобы заказать футболки. Здрасте, не поскажите, я можно картину достать? За душу зацепил, я как эту собачку увидел, сразу заплакал. Да, это все, вот так. Вчера посмотрели фильм про искусство. 50 оттенков серого. Вдохновились прям. Так, это пол нашего бюджета получается сейчас. Да, нормально. Ну и рискуем всем, пацанам. Но, несмотря ни на что, пришла судьба сессийка. И у любви у наших тела батарейка. Че, мы собрались, девочки? Девочки, это фейк. Вот такими песнями мы заработали 600 рублей, поэтому мы должны отдать ребятам. Так что у нас получается, мы заработали 300 рублей. С вами играем на сотку, 100 рублей. Вот у вас есть человек, она сзади показывает сколько-то пальцев. Твоя задача угадать. Угадываешь сколько там пальцев, получаешь 200 рублей. Не угадываешь, а даешь нам 100. Смотри, чтобы мы, типа, не жуличили, вот твоя подруга, она будет стоять за спиной, чтобы мыть, ну, как бы, тебя не обдруга. Да, только подсказывать нельзя. Я буду за тобой следить. Поставила? Да, сколько пальцев показывает? Нет. Сотку, ноль фаса. Ну, ты тоже, честно, себя некомфортно отскала. Спасибо, девочки, хорошего дня вам, пока. Пока-пока-пока. Короче, так как наши похождения пока что в реальной жизни не очень успешны, ну, мы уже привыкли к таким заработкам, правильно, после, как бы, первой заявки от Егора Крина. Все, мы уже по мелкому не играем, мы играем только по-крупному. Так, мы сказали, что мы пользуемся социальными сетями. У них тоже есть социальная сеть, у них тоже очень большие аккаунты, у них тоже очень много подписчиков. Поэтому я сейчас выложу сториз, где я напишу только сегодня. Супер скидки, пропиариваю ваш трек или еще что-то и так далее. Вот, пишите моему менеджеру Ане. Разбирайте, пацаны, ваши баллончики. У него реально стильно получается. Да, 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 да. У вас стиль смешивается, это круто. Кэт. Я делаю вот так. Мне нравится, брат. Ты забрал бы? Да, выпившел. Брат, мне кажется, мы нормально по бизнесу взлетим. У тебя вообще шипит. Концептуальная картина. Что написано? Концептуальная картина. А, ебать, понимаешь? О, Амина звонит. Привет. Здорово, нахлебницы. Мы что, мы деньги реально не зарабатываем. Мы что, с хоккейли у нас просто? Мы бизнес с нами, понимаете? А что делаете, расскажите? Мы такую хуйню делаем, честно говоря. Не, не слушайте, не слушайте его, мы ебать, нормально делаем. Они реально лимонад продают. Какой лимонад? Да. Заткнись. Убери лимон, долбайёб. Они на парковке поделали. А чего на парковке делают? На парковке продают лимонад, серьёзно? Мы заняты, у нас прям горит сейчас, реально. Нам надо лететь забирать. Но у нас больше пол лимона уже. Чё? Реально. Реально. Они просто сбросили. Нормалик на ебать. У нас на самом деле 8 тысяч осталось. Что он делает? Что ты делаешь, Ян? Я ей придаю текстуру. А, ты её типа решил завинтажить? Да, да, да. Это Ян. Гранжевый ссор. Посмотрите на него, ну ебать. Шука. Вы чё? Прикольно. Алло. Алло, Илюх, привет, ты дома? Да, ладно. Нет, чё только. Выходи через 15 минут. Я. Надо, надо, на 5 секунд выйди. Ладно. Давай, всё, ждёмте. Здравствуйте. Мы снимаем видос. Кто больше заработает с 24 часа? Мы целый день рисовали каждый из нас картины. И надеюсь, ты у нас их купишь. Почему выбрали меня? Потому что я знаю, брат, ты с кэшиком. Ты встал на бабки родной. Это картина, которая называется, так и называется, концептуальная картина. Она специально застарена, здесь написано концептуальная, а сзади написано, когда что, картина. Хорошая презентация. Это дизайнер по образованию. Он дизайнер. Сколько она стоит, ответьте, пожалуйста? Она стоит 30 тысяч. Небогу. Хуя тебе. В смысле, дешево, да? Я говорил, на 50 баллов ставишь, да. Смотри, тут уже реально мастерство. Она металлическая, нахуй. Она стоит 25 тысяч. Ха, бля, ты на 30 тысяч. Ну, она крутая. Представь, на стене висит, даже на вот этой уже за е**. За 20 концептуальную картину забираю. Ха, за 20 тысяч! Стоп, стоп, подожди, бро. Я вижу, ты ценишь деньги, да? Тогда у меня для тебя кое-что есть. Сразу видно то, что ты ценитель. Иди сюда, с у**, цена лота 60 тысяч рублей. Я, бля, бля, больной. 60, подожди. Готов? Дай деньги сразу, пусть ты ее возьмешь. Согласись, стиль. Да, здесь есть концепция. Кэт. За 20 тысяч забираю концептуальную картину. Ты охуел? У нас кофе купили за 10 тысяч рублей. Кофе, капучино. А это, бля, пять тысяч. И пять тысяч. О, да, ты сказал, сколько стоит? О, это пять долларов. Нееет, пять тысяч долларов, брат. Как будто ты с ней родился, я не честно говорю. Брос, слышишь, это прям твоя. Бери, бери. Понимаешь картину? За 60 тысяч. Ты задумался реально? Ты сейчас задумаешь или просто делаешь мишу, у тебя есть деньги? За 20к забираешь концептуальную картину и отрываешь от сердца у нас, чувак. Не, ну, забирай. Кро, мы столько в это вложили. Ты тварь. Янчик, тихо. 40? Ты записал, он сказал. Давай, переводи. За 40 реально? Ладно, 30 капитально. С вами приятное дело. Ни-бали лошару. Мua, мая. Брат, поздравляй, ты не пожалеешь с покупкой. Поздравляю вас с приобретением, замечательная покупка. Сможете вместе? Знаешь, что самое главное в картинах? Это не то, как нарисовано, сейчас и школьники могут рисовать. Какая история в нее заложена? Да, даю автору И какая идея? Да, здесь концепция Картина Концепция есть, картина есть Все, вот и наша Прибольно, бро Поздравляю Какой доллоем Блин, боже, какой ебанад Парни, вот увидите Мы забираем последние деньги у тех океров Мы приехали к Юле Гаврилиной оказывать свои услуги Нееет Что угодно Какая крутая шапка Мой удачливый петух счастливый Короче, я покупаю твою шапку за 50 тысяч 50 тысяч, девочки? Девочки, это вообще Это очень хорошо Шапка из Китая, с моего модельной работы Я работала моделью в Китае 4 месяца Вот оттуда оно Спасибо большое Ты нас очень спасла, реально Юля Идите кого-нибудь еще, чтобы вам реально Мы постараемся Мы сейчас пойдем футболки продавать Просто если я 50 тысяч сейчас вложила в никуда и вы проиграете Мы очень постараемся, мы сейчас пойдем продавать футболки Я тебе только давай верну за 100 Ладно, еще девчонки, я желаю вам удачи Спасибо Давай, все, пока Все, едем в паун Бегом Короче, с денег Илюхи С 30 тысяч рублей Мы заказали на 25 тысяч рублей футболок Каждая футболка стоит по 2500 рублей То есть у нас будет 10 футболок По 2500 мы 25 тысяч потратили И должны продать их по 10 тысяч каждый То есть 100 тысяч мы должны получить в итоге Ну вот, конечно Ну, надеюсь продадутся Все, родничок Добро пожаловать на аукцион дорогого высокого искусства Здарова, приветик Вы ко мне приехали продавать что-то? Да Попить охотно Я сейчас слюнки потекут, когда ты нашу хуй не увидишь Брат, за 5к вода Здесь хотите по картине пообщаться? Ладно Он умеет вести дела Он умеет вести дела Нормально Ты понимаешь, за то, что если ты не возьмешь, мы воду из тебя выжмем Первая картина в нашем ассортименте была создана под тебя Мы учли твой характер Как ты выглядишь И картина получилась вот таким Какая у тебя попка, мы учли Перма серебряного серфера А еще что есть? Бля Влад, вот сейчас ты вот это ты обязан купить Это прям реально В эту хуйню душу вложил, клянусь, блядь Готов? Угу Ооо, ну ты уже посерьезнее Ты сказал, это тридцатка, но это за 20 Триста тридцать Это 60, бро Охуеть, ёб ты Я тебе пизду ставлю Внимание, посмотри, она выше, да еще Посмотри Брат, это я шил Если две забираешь, попка, отдаем за 90 Ты пока думаешь, она уже подождала, он 3000, но я тебе по старой отдаю За 70, блядь 70? 40 прям сейчас забираю Смотри, 40 и еще футболочку за 10 берешь Нет, нет, футболочку на концерте, я подумал еще Эксклюзивная, лимитка, лимитка 10 экземпляров на мир Подумать надо идти На мир 10 экземпляров Попка, отдаем Пацаны, моя картина, я отдаю Поздравляю с приобретением Лагу прямо сейчас, за 70 Только как мы ее продали Берем, пузы Ха-ха-ха Ну и хуйня, ебаная 3000 рублей За две делаем, да Две делаем Да, блядь Давай, за пятак За пятак Да, давай Мы договорились за пятак и дали по рукам, не пять тысяч, пятак. Подожди, мы пожали руки, что ты сказал за пятак. Давай, пятак, все. Ребята, давай, давай. Давай, на, забирай. Все, давай, я забираю. Настя нахуй. Ребята, мы уже приехали на локацию, и здесь большая очередь к нашему счастью. Короче, я очень люблю людей, и когда их очень много, и они все меня знают, у меня жесткий плюс вайбик. Поэтому сейчас мы просто ребятам объясняем ситуацию, показываем им футболочки, я уверена, что будет... Футболки очень крутые. Они эксклюзивные. Я очень хочу вот такую себе, это класс. Фенис. Она просто крутая. Ребят, здорово. Мы снимаем сегодня ролик Дилары на канал, кто больше заработает за 24 часа. Мы сделали футболки. Братски, давайте, вы у нас купите футболки, и мы выиграем в этом ролике. Так как футболок у нас всего 20, а вас очень много, то мы делаем аукцион. Мы продали футболку... Привет, папочка. 3000 рублей. У нас пацаны купили футболку-пенис за 2500. Спасибо вам большое, мужики, реально. Да, 2. 2? 2, да, да, нахуй, девчонки. Да, за 5 дюриц? Да, ты пока оплатила. 2 футболки за 5 продали. Мы пришли за футболками, пивной бак. Ой, ребят. Тесно, это очень круто. Слушай, пурин хороший. Смотри, как смешно выглядит, когда вот так вот. Что, футболки забрали, двигаем на концерте. Или продавать, так сказать, зарабатывать кэша, капусту, как родники, еб**ня, Роджер. Итак, мы продали уже 4 футболки, 2 за пятерик, 1 за 3000 и 1 за 2500. Вот такие прекрасные футболки. Идем сейчас продавать дальше, бежим просто, потому что очередь уже заканчивается. 2-300, давай, черный или белый? Черный или пенис. Давайте вот этот вот. Я говорю, пенисы лучше, чем папочка. Пенисы за 2500. Давай трех вы закидывай. Прям? Да, братан. Перевод все, дадим. Жесть, ты легенда. Спасибо огромное. Ой, 3000, спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Все, все, все. Сносительное здоровье. Сносительное здоровье, спасибо. А-а-а, фигенда. Фигенда. Мы не рассчитывали, что мы сможем продать так быстро эти футболки. У нас реально ушло минут 20, наверное. Да, это очень быстро. И ребята такие все, блин, довольные. У нас на карте на данный момент 233 тысячи рублей. Йоу. Супер. И мы еще не закончили, кстати. Мы сейчас едем в салон. Придет нам три подписчицы. Одна заплатит 20 тысяч, другая 15 и третья, по-моему, 5. Это мы делали аукцион, где мы разыгрывали, где каждый из нас будет делать макияж. В общем, мы заработаем еще больше. Ребята, минуточку внимания, блядь. По 10 тысяч кому футболку? А-а-а. А-а-а. Может, по пятерии, пацаны, блядь, я не все... По пятерии, ребята, цена 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей даем. Фу, за косарик. Косарик, пацаны, пацаны, блядь, косарик. 3 тысячи дает. 3 тысячи дает. Реально, бродь, дожит. Блядь, мы больше, блядь, все равно. Вы умил, все равно. Да, мы умил. Мы 25 тысяч на футболки потратили, блядь, постолько же продаем, блядь. Надо было реально просто на улице, блядь, записать кружочек, ебать, и сказать, переходите в авиапарк. Кто знал. Пока что мы едем, мы решили позвонить Эльдару Джарахову, спросить у него, нужна ли ему от нас какая-нибудь услуга, которую мы можем им продать. Алло, здорово, Эльдар. Алло. Любая услуга от нас, и нам нужны бабки. Очень, очень. Хорошо, отлично, у меня вышелся этот тренд. Давайте вы все снимите под припев, когда девочка поет. Столько? Да. И кто вам больше всего заплатил? Крид 150. Да, Крид заплатил 150. В целом, в общем. Тысяч денег. Крид заплатил 150, я платил 200. Охуеть! Let's go, пиздец. Ты реально? Ты готов? Да. У нас купили рекламу! У-у-у! Итак, у нас, получается, будут еще дополнительные сторисы за 250 тысяч. Да, у меня купили рекламу, в общем, я буду выкладывать сторис. Делайте, блин, я просто в шоке, потому что у нас, получается, будет больше полумиллиона. Это сумма, смотрите, за сутки. Это почти 750 тысяч. Прикиньте. Мы приехали в салон, у нас есть вот такие вот три замечательные, наши, кстати, сегодняшние клиентки. И, получается, мы будем делать вам сегодня макияж. Мы будем стараться, мы будем пытаться сделать как можно это все лучше и вот прям вот очень сильно над этим стараться. Не планируйте ничего на вечер. Да. Я думаю, сделать просто нюдик со стрелками. Давай. И губки что-то придумаю. Я тоже руки продезинфицировала, вот у меня ватные диски в руке. Ой, как прикольно. А как использовать такую штуку, чтобы, ну, гигиенично было все? Блядь лябу? Да. Возьми ватную палочку, ватной палочкой нанеси ее. Смотри уже какой. Ну вот. Видишь, смотри, вот если вот так, и вот так. Видишь, что здесь белая какая-то? А мы сейчас тебе такого еще добавим сейчас, что ты просто обомлеешь. Дальше, носик дает? Чуть-чуть, на кончик, над верхней губой. Ой, я так люблю на кончик носа прям от души делать. Так, массаж и рука, это тоже бонус. Девчонки, это сегодня была просто офигенная возможность. Мне сделала макияж с Амакером Бэйби. Я бы за него отдала, ну, не знаю, тысяч сто точно. Короче, мне делали максимально его аккуратно, максимально классно, крутыми продуктами. В общем, это того стоило. Это реально очень круто. Амина сделала мне блестяшку. Так что я буду в ночном клубе всех сводить с ума. Вот и подошел наш день к концу. Мы встретились с нашими командами. И сейчас будем решать путем камня, ножниц и бумаг. Короче, сейчас мы скинемся от Суефа, камень, ножницы и бумага. И кто проиграет, тот первый говорит, сколько они заработали за сегодня. Суефа! Суефа! Ты первый. За сегодня нам удалось заработать нашим честным трудом очень круглую сумму денег. И мы бы считали, что если бы мы зарабатывали столько в день, то за месяц мы бы заработали 19 миллионов 200 тысяч рублей. И наша сумма шестизначная. И эта сумма 620 тысяч и 750 рублей. Я думаю, мужик. Хорошо, вам денечка. А расскажите, как вы это сделали? Сначала ваша сумма, потом мы рассказываем денечку. Нам говорит стыдно. Ну, стыдно. 75 тысяч. Реально? Да. А мы, блин, думали, что у вас 500 тысяч. Мы, короче, голову ломали. А где вы эти деньги взяли? Мы их заработали. Каким образом? Вообще. Что-то происходит. Посмотришь ролик? И скажите, как? Мы должны понять по правилам. Мы продали историю Егору Криду. А так нельзя же делать. Мы так говорим, что мы пользуемся соцсетями и что мы пользуемся помощью друзей. Вы это говорили сами. Стоп, хорошо, интересно, интересно. Сколько, не считая рекламы, вы заработали? Я продала шапку курицу, если вы помните. За 50 тысяч. За 50 тысяч мы продали шапку. За 48 тысяч рублей мы продали мерч. И еще мы заработали в салоне, мы красили людей. Сами, каждый из нас мы красили людей. Короче, пацаны, в любом случае они бы у нас выиграли даже без рекламы, поэтому красава. Одна девочка за 20 тысяч красилась, другая за 15 тысяч, и третья тоже за 15 тысяч красилась. Вы такие лохи, пацаны. Я к вам с идеей. У вас получается 75 тысяч, правильно? У нас 620. И мы предлагаем эту сумму собрать в одну и оставить в какой-нибудь фонд на благотворительность. Нам не жалко. Нам сегодня из медийных ребят помогли, получается, Джарахов, Крит и Гаврилина. И они, как и мы, сделали все один доброе дело. И еще человек, который у них рекламу думает. Да. Подписывайтесь на канал, ребята. Больше 80% смотрят без подписки. Быстро подписываемся на канал. Ставим лайки. Это мотивирует Дилару снимать еще больше крутых роликов. Если вам понравилось, пожалуйста, лайк и подписывайтесь. Пока!